Здравствуйте! Время новостей на Абаза-ТВ. Сегодня в выпуске. С начала года задержано более 2200 нарушителей госграницы. Пресс-конференция по грануправлению ФСБ России в Абхазии. Первый рабочий день в новых детских садиках. В новом районе столицы открылись два дошкольных учреждения. В Петербурге стартовал саммит «Большой двадцатки». Мировые лидеры намерены обсудить самые актуальные проблемы. Петербург на два дня становится центром глобальной политики и экономики. Впереди и многочисленные заседания, и переговоры, и двусторонние встречи. Несмотря на то, что «двадцатка» – площадка для обсуждения экономических проблем, без политики не обойдется. Говорить о ней будут в кулуарах на закрытых двусторонних встречах. В первую очередь о Сирии. В четверг, ближе к вечеру, самолет Обамы приземлился в Петербурге. Встречи с российским президентом Владимиром Путиным в программе Обамы пока нет. Тем не менее, помощник российского президента Юрий Ушаков не исключил, что оба лидера все же побеседуют в кулуарах саммита. Путин накануне саммита подтвердил, что при встрече с американским коллегой, которая может состояться в Санкт-Петербурге, намерен обсудить вопросы разоружения мировой экономики, проблематику Сирии, КНДР и Ирана. Тем временем, ситуация вокруг Сирии стремительно развивается. Комитет по международным отношениям Сената США принял проект резолюции, одобряющий использование военной силы в Сирии. Резолюцию поддержали 10 членов комитета, 7 проголосовали против, 1 сенатор воздержался. Голосование в комитете стало первой формальной проверкой шансов на прохождение резолюции по Сирии через Конгресс. Теперь, на следующей неделе, резолюцию рассмотрит весь Сенат и Палата представителей. В свою очередь, спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер отклонил предложение о встрече с делегацией российских парламентариев, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN. Члены Совета Федерации России ранее предложили американским сенаторам обсудить ситуацию в Сирии. Позднее госсекретарь США Джон Керри заявил, что уже в ближайшее время президент Барак Обама выступит перед нацией с сообщением по сирийской проблеме и объяснит, почему необходима военная операция. Ограниченное использование Соединенными Штатами военной силы в Сирии обойдется американскому бюджету в десятки миллионов долларов. Такой оценкой затрат на возможную военную операцию поделился в среду с законодателями глава Пентагона Чак Хейгл. В то же время независимые военные эксперты считают, что затраты на ограниченную операцию в Сирии будут исчисляться не в десятках, а в сотнях миллионов долларов. По самым консервативным оценкам, ее стоимость превысит 200 миллионов долларов. Россия в среду обнародовала экспертные заключения по одному из случаев применения химоружия в Сирии, из которого следует, что примененный боеприпас был изготовлен кустарным способом. Москва пошла на этот шаг, так как считает, что сейчас активно готовится почва для силовой акции против Сирии путем массового вброса в СМИ разного рода материалов, цель которых – возложить вину на официальный Дамаск еще до результата в расследовании ООН. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России. Основные выводы российских специалистов состоят в следующем. Примененный боеприпас не являлся штатным боеприпасом сирийской армии и был изготовлен кустарным способом, по типу и параметрам реактивных неуправляемых снарядов, производимых на севере Сирии так называемой бригадой Башаир-Ан-Наср. Для подрыва боеприпаса в качестве разрывного заряда был использован гексоген, который в штатных химических боеприпасах не применяется. Не так давно в Сухуме состоялся съезд общественной организации ветеранов войны АРУА, на котором был избран новый председатель Виталий Гавния. О том, что и является главной задачей ветеранской организации и будут ли изменения в ее деятельности с приходом нового руководства. Об этом и не только пойдет речь сегодня в прямом эфире Абаза ТВ. Гостями ведущего программы «Наше время» Ливона Галустяна станут председатель АРУА Виталий Гавния и один из ее активных членов Ливан Микаа. Передача выйдет в эфир после пресс-конференции Координационного совета партии и общественных организаций Абхазии, состоявшейся накануне Варсмира. Более двух тысяч нарушителей Абхазо-грузинской границы выявили за прошедшие восемь месяцев российские пограничники. Об этом сообщил в пограничном управлении ФСБ России в Абхазии на пресс-конференции, временно исполняющей обязанности начальника управления полковник Амир Амиров. Какими еще данными, поделился российский офицер, расскажет Белоквартия. Руководство управления традиционно встречается с журналистами примерно раз в три месяца, чтобы сообщить о проделанной работе по охране рубежей Абхазии. Эта встреча началась со знакомства с журналистами. Представители СМИ и полковник Амиров встретились впервые. Как сообщил Амиров, согласно договоренности о совместной охране границы с абхазскими пограничниками, погрануправление ФСБ России решает вполне конкретные задачи. Результаты работы пограничников впечатляют. Нарушителей государственной границы с начала года более 2200 человек. Нарушителей пограничного режима порядка 200 человек. На морском направлении задержано пять судов нарушителей. Наиболее значимые результаты это из незаконного оборота оружия и боеприпасов изъято и передано установленным порядком в СГБ Республики Абхазия. Пять гранатометов, около полутора килограмм взрывчатых веществ, шесть единиц огнестрельного оружия, 19 мин различного типа, 14 гранат, различного типа, более 16 выстрелов гранатометом, порядка 14 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Амиров подчеркнул, что обеспечивая безопасность Абхазии, пограничники России обеспечивают и безопасность своей страны. Это тем более важно, отметил он в связи с будущей Олимпиадой в Сочи. В ходе пресс-конференции Амиров ответил на вопрос журналистов, в частности на вопрос о том, завершилось ли сегодня обустройство границы с Грузией. В целом вся инфраструктура пограничного управления, она уже выстроена. Завершены объекты пограничной инфраструктуры нашей пограничной заставы, в том числе на морском направлении построено порядка 21 объект. Все они сданы в эксплуатацию, созданы все возможные комфортабельные условия для обеспечения деятельности нашего личного состава. Фактически мы можем говорить о полном завершении обустройства границы. Осуществляются еще кое-какие работы по техническому оснащению, но этот процесс непрерывный и мы постоянно совершенствуем это направление деятельности, то есть оснащение современными техническими средствами охраны государственной границы. Временно исполняющий обязанности начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии назвал наиболее легкие участки Абхазо-Грузинской границы. Это Куарчалтский и Ачемчирский районы. Также полностью контролируется Кадорское ущелье. Совсем другая картина в Галском районе. Большая часть нарушений границы происходит в нижней зоне, в Галском районе. Это вот в районе населенных пунктов Атабая, Набакия. Здесь у нас практически большая часть всех нарушителей границы задерживается. Ну, определенная часть задерживается и в населенных пунктах в отделениях Таглан, Ингур, Папенерхуа. Нарушение связано с тем, что определенные лица пересекают границу вне этих установленных пунктов пропуска. Не все население при границе имеет соответствующие документы, которые дают право официальным пунктам пропуска. Это одна категория. Другая категория, которая, имея даже такие документы, осознанно нарушает границу для осуществления противоправной деятельности, для осуществления контрабанды, проноса товаров, грузов в обход пунктов пропуска. В ходе конференции Амир Амиров рассказал о подготовке личного состава погрануправления. Он подчеркнул, что здесь делается все, чтобы пограничники России могли принимать решения и действовать в самых сложных условиях. Постоянная боеготовность – один из главных принципов действий пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Уже больше трех лет стоящего на страже границ нашей республики. Для поддержания боеготовности регулярно проводятся боевые учения и различного рода стрельбы. Пограничники моделируют практически любые условия возможного боя, будь то в горной или городской местности. Накануне боевые стрельбы прошли на полигоне в селе Ишера Сухумского района. Этот боевой маневр применяется как при штурме захваченных террористами объектов, так и в условиях городского боя. Как объясняет командир спецподразделения, главная задача бойцов в подобном бою – слаженность действий, которая позволит группе в целом прикрыть каждого, тем самым минимизировать, а то и вовсе избежать потерь. Не менее важный момент здесь – безотказность оружия, что, как говорят бойцы, для автомата Калашникова и практически всех его модификаций – главная черта. Подобные стрелковые тренировки по огневой подготовке проводятся пограничниками регулярно. Цели задачи тренировки достигнуты, выполнены все элементы боевого порядка. Подразделение пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия систематически обучается стрелковой тренировке. Огневая подготовка поставлена на максимально эффективный уровень. Уже находясь, как выражаются военные, на исходном рубеже подразделение готово к любому развитию событий, в том числе и к неожиданному нападению с тыла. Бойцы действуют молниеносно, сходу перегруппировываясь и определяя назначение каждого. Для боя в горно-лесистой местности применяется уже другой порядок построения и стрельбы. Но если возникает необходимость массированного подавления огневого рубежа противника при отсутствии крупнокалиберного оружия, то и с этой задачей бойцы успешно справятся, ни на минуту не забывая прикрывать спину товарища. Стрельбы проходят на полигоне в селе Ишера Сухумского района. Как говорят пограничники, к этим тренировкам привлекаются только те военнослужащие, у которых не менее 90% попадания из 10 патронов. В целях безопасности место стрельбы цеплено несколькими дозорами, которые отслеживают наличие поблизости людей и животных. В случае необходимости стрельба останавливается. Перспективные планы работы посольства Абхазии в России были обсуждены сегодня в ходе встречи президента Александра Анкваба с послом Игорем Ахба. Глава депмессии рассказал о текущей работе посольства, сообщает Абснепресс. Детские сады Родничок и Гунда в новом микрорайоне столицы открыли свои двери для маленьких воспитанников. Накануне состоялось торжественное открытие капитально отремонтированных садиков. Поздравить детей и их родителей приехали первый вице-премьер правительства Индира в Ардане, глава администрации Сухума Аля Аслабахуа и посол России в Абхазии Семен Григорьев. Дошкольные учреждения отремонтированы за счет российской финансовой помощи, выделенной в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. С сегодняшнего дня детсады приступили к работе. Репортаж Астанда Ардзенба. Торжественное открытие с громкими приветственными речами и перерезанием красной ленточки осталось позади. О нем напоминает лишь красочная надпись у входа. Сегодня же два капитально отремонтированных детских сада в новом районе столицы непосредственно приступили к работе. Первый день особенно сложный. Малыши еще не привыкли к новой обстановке. А беспокойные родители остаются в холле на случай, если ребенок начнет капризничать. Однако в большинстве случаев к их помощи воспитателям прибегать не приходится. К приезду нашей съемочной группы у детишек проходил урок физкультуры. Судя по всему в садике им комфортно. Я занимаюсь здесь. Мы снимаем, у нас тут занятия идут. Крутим, уберем, учим. Тут лучше, чем в Москве, потому что в Москве вечно идет снег. Тем не менее, руководство обоих детских садиков проявило особую осторожность. Опасаясь нарушить распорядок детей в период адаптации, как нам объяснили, нас попросили больше не снимать на камеру малышей, но наглядно продемонстрировали, что скучно им в садике не будет. Оборудованные всем необходимым комнаты для групп, наличие музыкального зала и хореографической студии тому подтверждение. В нашем детском саду пять групп, две младшие группы, две средние и одна разновозрастная группа. У нас есть музыкальный прекрасный класс, спортивный зал, методическая литература, мы снабжимаем. Игровые комнаты оснащены всем необходимым, не только просто какие-то там банальные игрушки, а то есть развивающие игры, соответственно, возрасту детей. Музыкальная комната оборудована, стоят современные музыкальные инструменты, причем занимаются хореографическая студия, то есть будущее, перспективы сейчас, пока мы не работаем, пока только идет набор детей, адаптация детей к воспитателям и так далее, но это будет и лепка, это будет и рисование. Детские садики действительно оборудованы по самым высоким стандартам. Здесь имеются уютные спальни, кухня, медицинский кабинет, но лицом детсада все же являются его сотрудники. И этому, по словам руководства садиков, уделено серьезное внимание. Набрана профессиональная команда воспитателей и педагогов. Воспитатели и помощники воспитателей – это все люди, все эти люди, которые получили высшее специальное образование, то есть подбор кадров только профессионалы. Помощники, воспитатели все с высшим образованием по дошкольному образованию. Оба детских садика, рассчитанные чуть менее чем на 200 мест, полностью укомплектованы. Для самого многочисленного микрорайона столицы, где проживают более 5000 человек, открытие дошкольных учреждений, безусловно, стало значимым событием. И хотя проблема дефицита мест в детских садиках пока еще не снята, но все большее число детей уже ходит в новые и комфортабельные, оборудованные всем необходимым детсады. Ставший привычным лозунг «Все лучшее детям» в этом случае получил наглядное подтверждение. 6 сентября в Абхазском медиаклубе Айнар состоится круглый стол на тему «Россия-Абхазия. Добровольческая и миротворческая миссии к дипломатическому признанию». Данное мероприятие проводится в период празднования пятилетней годовщины со дня подписания президентом России указа о признании независимости Республики Абхазия и в канун 20-летия Победы. К участию в круглом столе приглашены ведущие российские и абхазские военные обозреватели, политологи, ветераны боевых действий, авторитетные представители общественности, говорится в пресс-релизе к предстоящей дискуссии. Около 20 межгосударственных соглашений между Абхазией и Россией находятся на сегодняшний день в стадии проработки. Об этом сегодня сообщил журналистом посол России в Абхазии Семен Григорьев. Документы самые разные. Соглашения о взаимном признании дипломов о высшем образовании до соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, информировал Григорьев. Посол отметил, что сейчас между Россией и Абхазией действует около 80 разных договоров. По всем широким магистральным направлениям вопросы уже решены, констатировал он. Минфин России предлагает сократить расходы федерального бюджета на 5% в 2014-2015 годах, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». С учетом новых целей и задач мы предлагаем бюджетный маневр, в первую очередь за счет равномерного сокращения всех расходов, за исключением нормативно обусловленных расходов и за исключением тех расходов, которые имеют обязательный характер, такие как стипендии, пенсии и так далее, сказал Силуанов. Понять и списать. Абхазия просит снять обязательства по железнодорожному кредиту. Под таким заголовком публикуется статья в российской газете «Гудок» – межправительственное соглашение о выделении кредита в размере 2 миллиардов рублей было подписано в декабре 2010 года. Уже со следующего года Абхазия должна погасить часть кредита, а это 300 миллионов рублей. Газета приводит слова вице-президента предприятия «Покровка финанс» Алексея Вязовского, который считает, что в вопросе абхазского кредита политики больше, чем экономики, а это значит, что он будет все-таки либо списан, либо реструктурирован на льготных условиях. Седьмой открытый партный чемпионат Абхазии по домино состоится 7-8 сентября в гостинице «Интерсухум». В нем будут участвовать около 60 спортсменов. По итогам соревнований будут определены кандидаты в сборную республики, а кто-то из них после отбора получит право участия в очередном чемпионате мира, который состоится в Мексике. Чемпионат обслуживают арбитры международного класса, сообщает Абснепресс. В завершении о погоде в Сухуме. По сообщениям синоптиков, 6 сентября в столице ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 24, ночью 17 градусов, морская вода 25 градусов тепла. Это вся информация. К этому часу следите за развитием событий. Вместе с нами до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова